Здравствуйте, Света. Здравствуйте. Сегодня такое выступление у нас прям очень нравится. Скажите, пожалуйста, чем, что сегодня вы нам приготовили? О чем будете говорить? Я все так же открываю тему автономии. И, наверное, я такой разрушитель мифов, да, когда говорят, что автономия – это вот такое все замечательное, все такое в пушистых бабочках. Вот, я, наверное, эти устои буду все-таки непрерывно ломать, чтобы люди четко понимали, что такое автономия, почему к ней нужно либо не нужно идти, что когда мы говорим, то есть я раньше была полностью уверена, что автономия – это для всех. То есть каждый может прийти в автономию. Но сейчас, наверное, у меня немножечко другое видение. Наверное, все же не все могут прийти, да и не всем это нужно. Почему я так говорю? Потому что я смотрю на ребят, которые в чате, они прям некоторые идут, 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 прям идут, не жалея себя, я не знаю, как правильно сказать, идут не слушая свое тело, а идут на рекомендациях кого-то. И очень часто люди так и делают, что они перестают слушать себя, перестают видеть, что с ними происходит, не замечают каких-то негативных высказываний от кого-то другого, от кого-то иного. И идут, потому что вот они услышали, вот им рассказал кто-то там, или они услышали, вытащили из контекста, что это так все замечательно, это так все здорово. И пытаются найти, чтобы у них было все то же самое, то есть только все хорошее, отбросив негатив какой-то. И через какое-то время они разочаровываются. Но разочаровываются они, как правило, не столько в автономии, сколько в себе. И это, наверное, самое опасное, чего бы я хотела предостеречь. Они, конечно, прикрываются автономией, что автономия – это вот такое плохое, это вот не то, это не все. Но если они начинают потом, вылазят у них какие-то проблемы, какие-то вопросы нерешенные, и когда мы начинаем с ними копаться, то, как правило, эти вопросы, нерешенные проблемы, они создаются вот такими вот не очень корректными способами идти к чему-либо. Это может быть не автономия, это может быть какие-то сыроедения у кого-то не получилось, какие-то спортивные моменты в их жизни тоже не получились. И они начинают их туда вглубь себя засовывать, не прорабатывая их, не прорабатывая, почему у них не получилось. А как бы закрываясь ширмочкой, и вот на это не получилось, начинают нанизывать другой какой-то аспект своей жизни, но из-за вот этого не получилось, которое они не могут не проработать, у них вылезает, что ну как бы, ну вот я не такой. Вот у всех получилось, мы же любим все вот это вот делать, все вот у всех получилось, а у меня нет, значит, я какой-то не такой. Мы себя всегда любим выделять в каком-либо контексте. Конечно же, нам больше хочется выделять в контексте хорошести себя, что вот я такой весь необычный, я с детства такой всегда был необычный, вот мне родители рассказывали, все дети как дети, а я королевна. Но когда мы становимся все взрослее и взрослее, мы начинаем критиковать себя, критиковать себя, прикрываясь чем-то другим. И вот эти вот наши проблемы, они просто у нас настолько закапсулированные в нас, что мы не можем дальше идти во многих аспектах, во многих направлениях. Не потому, что мы действительно не можем до них дойти, а потому, что мы не проработали предыдущую ситуацию. Это я уже совсем в психологию ушла. Я, наверное, и хотела сказать про тот момент, когда мы говорим об автономии. И автономия, такое слово, оно... Оно очень механическое, по правде, если... Оно такое, как бы... Оно не раскрывает вообще ни с какой стороны жизнь без еды, без воды и без сна. Оно настолько механическое, что вот как мы его назвали, так многие идут. Они идут в автономии. Чётко. Вот это можно, это нельзя. Это хорошо, это плохо. Это я смогу, это мне не надо. И вот так вот мы начинаем резать. А резать мы начинаем свою жизнь, свой путь. Но я всё-таки хотела бы сказать, что для меня жизнь без еды, без жидкости и без сна – это в первую очередь уход от ограничений. Это не то, что мы... Вот сначала мы ели, и у нас были ограничения вот почему-либо, что три раза в день кушать нужно, там ещё что-то, ещё что-то. И когда мы уходим, что сейчас нельзя кушать, это мы перепрыгиваем с одних ограничений в другие ограничения. И тогда у меня складывается вопрос, а чтобы что? Какая разница, в каких ограничениях жить? Мы же с вами говорим не про ограничения, и вот когда мы говорим слово «автономия», оно как раз про ограничения. Но если мы говорим про, я не знаю, там, ну просто жизнь без еды, да, то, наверное, это раскрывается уже другими красками. То есть жизнь без еды не ради того, чтобы жить без еды, а это как инструмент для того, чтобы мы пошли дальше. Потому что жизнь без еды – это такая маленькая ступенечка, это такой, не знаю, это такие ясли, после чего мы начинаем, только-только начинаем понимать, что за этим стоит. И когда мы начинаем понимать, что за этим стоит, почему я хочу, почему я в закрытом клубе, почему я в закрытых марафонах, почему я на ретритах ребятам рассказываю, что стоит за тем, когда вы начинаете жить с другого аспекта, с аспекта чувствования, а не эмоций, тогда они понимают, что еда – это настолько урезанная и невкусная эмоция, что у них просто пропадает естественным образом желание себе набивать желудок. То есть когда мы идем к другим своим качествам, к другим своим плюшкам, которые уже заложены в нас самих, то у нас теряется важность еды. А когда теряется важность еды, вы хотите – кушайте, хотите – не кушайте, не имеет значения. Вот это и есть как раз тот следующий шаг, к которому мы должны прийти. Не потому что не есть – значит, не есть. Не есть, чтобы что? Чтобы почувствовать бабочки в животе. Ребят, это вообще не про это. Бабочки в животе – это мы опять сводим все к тому, что мы опять собираемся на своем аватаре. А нам нужно расширяться, нам нужно идти дальше. И когда мы начинаем это познавать, когда мы начинаем узнавать, когда мы начинаем чувствовать, что идет за этим аватаром, вот тогда у нас меняется, абсолютно меняется качество. сейчас, секунду. Вот тогда у нас начинает раскрываться то, для чего нам вообще такой образ жизни. и этот образ жизни, он не зацикливается на какой-то экономии, экономии в продуктах, экономии в чем-либо еще. А он идет настолько глубже, настолько ярче, что у нас не стоит вопрос о том, чтобы поесть или не поесть. Вы можете поесть, но только как бы, чтобы что? Вы же можете ползать? Вы же были маленькими, вы сначала ползали, потом начинали ходить, сейчас тоже умеете бегать. Но вы ползать-то ведь не разучились, но вы ходите, вы постоянно ходите. И здесь то же самое. Вы, наверное, и не разучитесь есть, но я так полагаю, что, конечно, через год поесть, это будет какое-то, как минимум, отравление. Но, тем не менее, это не про то, чтобы себя прямо ограничить без виды, это про то, что вам не хочется уходить в виду, как бы зачем. Вам же не хочется сейчас ползти, не знаю, до работы, до магазина, до какого-нибудь развлечения. Вам хочется идти, а еще хочется вам идти в чем-то в удобном, в чем-то в красивом, чтобы показать себя как-то по-другому, по-иному. И вы испытываете ощущение кайфа от того, что вы есть, от того, что вы вот так вот себя чувствуете. Если вы поползете, я не знаю, там по асфальту и все колени в кровь разобьете, как бы тогда, чтобы показать себе, что вы продолжаете, можете ползать, у вас же не будет в этом смысла. И здесь то же самое. У вас отпадает смысл еды, потому что вы не видите в нем уже привлекательности, вы не видите эмоции от еды. Как бы они настолько не какие-то становятся, они настолько для вас уже становятся неважны, настолько неинтересны, не раскрашены эмоционально, что, конечно же, уже уходит на другой план, потому что у вас начинают, вы начинаете испытывать удовольствие от других вещей. Но я еще хотела сказать, развеять мифы, как раз то, что касаемо автономии. Пусть будет это слово, пока оно нам привычно. Жизнь без еды. Когда начинают говорить, что как это прекрасно, какое у вас замечательное тело становится, какое у вас это. Но если даже вы начнете думать логически, то у вас будут приходить те моменты, что когда вы все больше и больше находитесь без еды, у вас сначала очищается тело, идет интоксикация. Но с этим мы сталкиваемся практически все, на ранних сроках, это у всех приходит. Потом у вас идет состояние, когда вы начинаете кайфовать, когда у вас тело уже более или менее очищено, вы начинаете получать эти удовольствия от того, что вы живете без еды. У вас иная энергия, у вас иное восприятие, у вас мир начинает казаться вам намного глубже. Не казаться, вернее, а так он есть. Вы начинаете видеть его намного глубже, чем вы видели на тяжелом теле, я бы так сказала. Но потом идет следующий процесс, и он идет уже после года. Да, где-то ближе к году, ну, по крайней мере, вот у меня было так, с ребятами, с которыми я общалась, у некоторых было это после двух лет, у некоторых после трех лет. В зависимости от возраста, еще раз повторюсь, от образа жизни, от заболеваний, которые у вас были, у вас начинает меняться, ломаться, не меняться, у вас начинает ломаться ваше тело. И это в прямом смысле этого слова. То есть у вас начинает, ваша структура тела, она начинает меняться, она начинает существовать без питания. И она, от этого никуда не деться, она, естественно, должна поменяться, она, естественно, должна стать другой. И наступают такие процессы, когда у вас идут, у нас же меняется вся ткань, у нас меняется и кровь, у нас меняется мышечная структура, у нас меняются сухожилия, у нас меняется костный состав. И как раз когда я поняла, что у меня начинает меняться этот костный состав, когда у меня пошел скелет, то есть начинает меняться межсуставная жидкость. И за счет того, что она начинает меняться, начинают периодически быть боли в суставах, но они быстро отходят, слава богу, но может быть я еще до следующего этапа не дошла. Начинают выходить из суставов косточки, потому что межсуставная жидкость, пока она меняется, они начинают выходить, ну как бы из пазлов вылезать. Это я говорю не к тому, что вы в прекрасный момент становитесь, там у вас горб вырос, и рука начала там опустить, плечо опустилось до коленки. Нет, не в этом смысле. Но вы начинаете это все настолько чувствовать, у вас начинает это все так меняться, что не почувствовать вы это не сможете. Где-то какие-то небольшие болевые ощущения начинаются, где-то вы чувствуете, что вы как-то немножечко посидели, и у вас вот прямо как заклинило. Но вы все эти косточки начинаете чувствовать. Когда я поняла, что начинает что-то происходить с корсетом, с моим скосным корсетом, я начала больше изучать литературу. Я начала помимо изучения литературы встречаться с людьми с определенными. И как раз мы с ними дошли до того, что уже научно доказанный факт, что у нас спинномозговая жидкость – это те клетки бессмертия. Но о них мы поговорим, может быть, когда-нибудь в другой раз. Как раз почему меня зацепила эта тема, и я поняла, что это все реально, и все лежит на поверхности, когда я начала это изучать. Но тем не менее, когда я нашла достаточно грамотного… Ну, не массажист, конечно, это… Как сказать-то правильно? Массажист – это такое тоже узкое направление. То есть когда я нашла человека, который знает… У которого есть достаточно обширное образование костного скелета, мышечного скелета, сухожилия, лимфосистемы, и всего, и когда я начала с ним работать, то есть понятно, что тело без еды и без жидкости, оно лепится моментально. То есть косточки встают на свои места очень быстро. Тело, оно есть как пластилиновое. Но то, что оно меняется, и то, что ему нужно помочь поменяться правильно и достаточно корректно, это тоже нужно учитывать. И как раз почему я решила сделать эту тему, чтобы… Потому что услышала… Мне скинули… Ребята мне скидывают очень много роликов. Спасибо им за это. Прямо вырезки мне делают. Потому что я, конечно же, у меня нет возможности смотреть много всех. И как-то один из людей, которые практикуют сухие дни, вот он сказал, что там после 40 дней у вас вы будете прям вообще мегачеловеком, и что у вас всё будет замечательно. А через какое-то время вы вообще станете там с огромными-огромными способностями, и у вас уже ничего в этом мире, никакая чахотка не возьмёт. Возможно, у кого-то есть так. Но с кем я общаюсь, кто находится на длительных сухих днях, так назовём, у них такого нет. Это не только я, потому что изначально я подумала, что, может быть, это только у меня, потому что у меня была гормональная терапия более 30 лет. Может быть, это у меня вот такой недуг случился со мной на определённом этапе моего жизненного пути. Но по факту я понимаю, что чем больше ты раскрываешься, чем больше ты идёшь в себя нового, причём в себя нового – это не только в психологическом плане. Сейчас я уже понимаю, что это абсолютно точно и в физиологическом плане, когда у тебя просто меняется каждая клеточка твоего организма. И на каждом этапе ты расширяешься, у тебя появляются другие возможности, ты начинаешь видеть много тех вещей, которых ты не видел, ты начинаешь оперировать абсолютно другими знаниями, но они не даются, эти знания просто потому, что ты убрал еду и жидкость, и всё у тебя стало замечательно. Это я бы, конечно, хотела тоже подчеркнуть, что на каждом этапе становления себя вы всё равно проходите какой-то этап, вы всё равно проходите какие-то изменения. И в моём случае это как раз бы, вот как правило, это такие вот физические изменения. Психологические изменения я с ребятами прорабатываю и очень много даю обычных бесплатных эфиров, где мы рассказываем о многих вещах. И стараюсь, чтобы они, хотя бы психологически, то, что я могу помочь, я стараюсь дать это. Но физиологически, естественно, каждому не расскажешь, и вот всё, что могу, вот я рассказать шапочку. Естественно, я все подробности рассказать не смогу, только лишь потому, что многие начинают это примерять на себя. И это получается не очень корректно, иногда даже во вред. Вот, поэтому именно хочется так немножечко приоткрыть, что не всё в таких волшебных красках, а всё-таки, когда мы идём к познанию большего и большего, мы начинаем больше и больше испытывать нового себя. Вот я бы, наверное, так сказала. Так, это просто личное сообщение со сцены, которое больше... Так. Большое спасибо за правду и любовь. Добрый вечер. Так, я только не могу посмотреть, если можно. Если вопросы в зуме вы хотите? Да, да есть ли вопросы, потому что я на ютубе посмотрела, а в зуме не могу. Есть только восклицание, очень зашла тема, о которой вы сейчас говорите, о том, что автономия – это ещё не всё, что за этим идёт. Так, у нас новое сообщение. Да, есть благодарность вам. Да, задавайте вопрос. Вот один из нас хочет задать вопрос. Он так называет себя. Его ник называется «Один из нас». Здорово. Спасайте. Задавайте вопрос. Так, ну вот, может быть, я подключусь, пока вопрос. Я вот сам для себя не так давно просто о вас уже узнал. Я удивился. Достаточно большой срок. Я правильно понимаю, что этот эффект первоначальный, которым сталкиваешься, как только приходишь к автономии, он потом отходит на второй план, а дальше идёт уже какая-то реализация в другом аспекте. Это либо творчество, либо ещё что-то. Это не столько физиологический чёт, сколько, наверное, какие-то метафизические, может, какие-то. В чём кайф вот так, на таком большом сроке, как у вас находиться? В чём кайф? Ну, кайф, наверное, во-первых, в том, что так начинает случаться с тобой, что ты начинаешь общаться с другими людьми, что ты начинаешь общаться, так сходятся события, сходятся обстоятельства, когда я только узнала, что есть ещё человек такой, который не ест и не пьёт там. Сначала я узнала там женщину, которая 5 или 6 лет на тот момент не кушала. Потом ещё одного человека. И сейчас я понимаю, что чем дальше я иду, тем больше этих людей. И я с ними встречаюсь, я с ними общаюсь. То есть я пообщалась с теми людьми, которые намного старше нас, как общепринятое понимание. Пообщалась с теми людьми, которые непосредственно с ними общались, с достаточно такими мудрыми, я бы сказала, людьми. И когда ты начинаешь уже вращаться вот в этой среде, ты начинаешь узнавать такие вещи, которые раньше я бы, наверное, подумала, что это какая-то мистика, это какие-то сказки, такого не бывает. И в моей картине мира это не могло существовать, потому что для меня это было что-то неприемлемо. Ну, не может такого быть. То есть я настолько была в отрицании этого всего. И чем больше я иду, чем глубже я начинаю общаться с разными людьми, чем больше открываются каких-то знаний, о которых я даже не предполагала. И я понимаю, что жизнь, она становится настолько интересна, настолько яркая. И то, что было у меня до этого, это просто был день сурка. Когда вот ты встаёшь, ты там делаешь одни и те же вещи, ты там ходишь на работу, ты ещё что-то... И у тебя новых познаний, они настолько минимальны, и тебе всё время кажется, вот, я вот это вот узнала, я вот это вот узнала. Я всегда очень любила учиться. У меня несколько образований. Я всё время думала, что я вот такая вот вся умненькая, креативненькая, вся такая весёленькая. И сейчас я понимаю, думаю, боже мой, это же вот таких вот людей, как я, их же много. И думаю, насколько вот эта жизнь, насколько она мала и такая, какая-то обесцвеченная. И именно поэтому, потому что мы не понимаем, насколько всё красиво и глубоко, мы уже, да, действительно, мы уже, наверное, годам к 20-30 мы уже морально умираем. И мы просто доживаем в нашем физическом теле до 60-70 лет. Просто потому, что у нас уже даже практически нет интереса. Вот мы, у нас настолько всё узко, настолько всё одногранно. Ну, по крайней мере, это было вот у меня. Хотя я себя считала очень таким человеком, который достаточно, достаточно мобильный, и много где вращается, общается и знает всего. И сейчас я понимаю, что да, это всё настолько глубже, настолько интереснее. И когда тебе рассказывают такие вещи, о которых ты даже раньше там в детстве в сказках читал, что это всё существует, ну, тогда становится, думаешь, да, я вот ещё вот этого не сделал, я ещё вот это не познал, я ещё вот с этим не пообщал, я ещё вот это вот. И ты начинаешь, как будто бы ты из двухмерного какого-то пространства, из какой-то вот плоской плоскости просто переходишь в 5D. И это вот такое вот, когда ты заходишь туда, и ты понимаешь, вау, нифига себе, и это то, и это то. И ты думаешь, да, создатель аватара, это, наверное, тот человек, который приоткрыл, наверное, такую маленькую-маленькую занавесочку вообще, где мы живём и почему мы это не видим. Как будто бы, я не знаю, одеваешь или снимаешь вот эти вот очки, которые тебе показывают настолько глубину вот этого мира, настолько вот это вот информативное пространство. Я даже не знаю, как это правильно словами передать, потому что если я сейчас начну всё говорить, скажешь, ну, всё, ненормально, непонятно. Вот, конечно же, некоторые вещи я стараюсь вообще на эфирах не озвучивать, потому что не все к ним готовы. И чтобы не ломать психику людей, которые не готовы к этому, они же не виноваты, что они к этому не готовы. И для многих это нормально, и не обязательно всем туда идти. Поэтому если кто-то будет готов, то с этими людьми всё больше и больше встречаться начинаем и в каких-то чатах, клубах, марафонах, в ретритах, и тогда обмениваемся вот этой информацией, это здорово. Я не знаю, ответила на ваш вопрос или нет? Да, вполне, вполне. А вот вопрос такого рода. Если, допустим, вас в течение дня спросят несколько человек, задаст один и тот же вопрос, ваш ответ, ну, допустим, про автономию, допустим, один из нас спросит о проблемах на практике, допустим, три дня он как бы на сухих, а четвёртый день срывается, как ему будет этот барьер преодолеть? Ваши ответы будут одинаковы для всех? Нет. Вот тогда настройтесь, пожалуйста, на одного из нас. Это наш ник нашего участника, нашего слушателя. Он как раз так и спрашивает. Больше трёх дней автономии и дальше срыв. Как пробить этот барьер трёх дней? Ну, больше трёх дней автономии. Смотрите, здесь же срыв не потому, что ты срываешься. Во-первых, мы очень любим разделять нашу голову, наше тело. У нас всё время кто-то виноват. У нас либо тело вот не смогло, вот что-то у него закинуло, зачесалось, заболело, либо голова у нас виновата. Вот тело не хотело кушать, а голова всё-таки не смогла, психика не смогла и сорвалась. Мы, как бы ни крути, мы всё время ищем виноватого. Пусть даже не извне, пусть даже в самом себе, но мы идём на разделение. А жизнь без еды – это наединение. И когда мы не можем объединить самого себя, когда мы идём на разделение, это всегда кого-то обвинить и нужно заесть. Потому что, ну, представляете, мы настолько на подсознании, у нас глубоко сидит вина за то, что мы сами себя обвиняем, потому что самый любимый, самый дорогой и самый важный человек в нашей жизни – это я сам. Без остальных других, кто бы он ни был, я смогу прожить. Но я не смогу прожить без самого себя. И когда ты сам себя начинаешь обвинять, пусть даже это делается другим способом. Пусть даже это делается, что вот я вылетел с трёх дней, но я всё равно молодец, я ничего страшного. Это вот голова, так это психика не сработала, это ещё что-то. Это мы как будто бы врём сами себе. Мы говорим, ну, как бы, ну, вот бывает, в следующий раз зайдём. Но вы же не заходите, вы же не проходите вот эту турбулентность не потому, что вы какой-то не такой, не потому, что вы какой-то плохой, а потому что вас тянет, вот этот вот рюкзачок, который за вами, он тянет вас, а вы в нём разобраться не хотите. А почему вас всё время откидывает в вашу зону комфорта? Почему вы боитесь переступить эту черту? Почему вы с кем-то, нам же всегда с кем-то в пространстве с кем-то, на ретритах, на марафонах нам же проще идти? То есть у меня ребята на марафонах, на ретритах, на ретритах, они все идут на сухую. Даже если те, кто никогда не был на сухих днях. И там легко, потому что идут в одном поле, потому что мы говорим, куда мы идём. Мы говорим, не от чего мы идём, что вот, ой, вот как вот еда, мы вот уходим, и у нас будет здоровое тело. Здоровое тело же нам нужно, чтобы что? А если мы не понимаем, что нас дальше там ждёт, то мы даже себе объяснить толком не можем, для чего нам это здоровое тело. Здоровое тело, ну, как бы, наверное, хорошо. Это то же самое, что я вот устраиваюсь на работу и хочу, чтобы у меня на этой работе была вот такая вот зарплата, не меньше. Но это же глупо, да? Мы же должны, нам же эти вот, энергия денег нам нужна для чего? Чтобы реализовать какие-то хотелки свои именно для себя. А сколько будет в этих фантиках? Это же уже другой вопрос. Мы, может, вообще готовы ходить и без оплаты на работу. Но если вот эти вот блага нам будут предоставляться, неважно кем. И мы тогда с огромным удовольствием будем ходить на ту работу, на которую нам хочется. А мы всё время идём на ту работу, на которую нам не хочется, но на которую мы знаем, что вот она покроет какие-то определённые нужды. А нужды покрывает, потому что мы нуждающиеся. Когда мы перестаём нуждаться, нам не нужно покрывать нужды, тогда мы перестаём ходить на работу, которая работает ради работы, ради нужды. И тогда мы начинаем заниматься тем делом, которое нам нравится. И которое нам дело нравится, мы начинаем в нём просто утопать вот в этом изобилии самого себя. И всё вокруг начинает расцветать вокруг нас. И точно так же с сухими днями, когда мы не понимаем, что за этим стоит, когда мы не в чувствовании, что будет дальше, что будет за этим этапом, у нас всё время будет что-то болеть, нам всё время будет что-то мешать, нас всё время будет кто-то выводить из этого состояния. Не получится идти в сухих днях просто потому что идти. Я не знаю, понятно я объяснила или нет. Да, вполне. Нам поступил ещё один вопрос от Надежды Пахитайова. Добрый вечер. Я только недавно узнала о автономии. Мне 52 года, и я в восторге, что могу начать свою жизнь с чистого листа. Расскажите, с чего я могу начать? С чего вы можете начать? Но это нужно смотреть, какой был образ жизни у вас до этого. На каком питании вы находились. С чего начать? Изучать информацию. Потому что для кого-то очень удобно и очень комфортно начинать с каскады. Каскадные дни – это 1-1, 2-2, 3-3, либо через какое-то время. Для кого-то каскад вообще неприемлем, потому что они как только выходят с сухих дней, они, например, два дня кушают, два дня не кушают. И вот когда они кушают, кушают, наверное, это мягко сказано, они едят всё, что не приколочено, потому что их голова знает, что через два дня, вот давайте, вот нам дали два дня, через два дня я опять пойду на сухие. И когда они на сухаре, они чётко понимают, что через два дня они выйдут с этих сухих и будут опять есть всё, что им только захочется. Это не каскад, это обман самого себя. Поэтому нужно смотреть, какой был ваш образ жизни, потому что так просто сказать, с чего начинать. Но в любом случае попробуйте с 36 часов, это такое очень безопасное время, когда с вами ничего плохого не случится, это точно. Смотрим вопросы, вопросов пока нет. Меня заинтересовало такой момент, вы поменяли, что каждый день вы открываете что-то новое и чувство оно знакомо, действительно, когда бываешь на практике. Вот как раз интересно кухня вот такая вот детальная, детали подробные, какая-то такая, вроде как, кухня ваших открытий, что ли, приоткройте, пожалуйста, дверцу, расскажите, например, о том, что относительно недавно для вас было таким мелким, маленьким или большим открытием, что ли, для людей. Ну, для меня не так давно открылась тема бессмертия, и сейчас прорабатываем, и оказывается, очень много людей этим занимается, занимается, как наука и научно доказанные факты, которые не не позволяют оглашать, я бы так сказала, да, потому что есть запреты на определенные действия, это многим неудобно, вот, и поэтому даже мы с ребятами вот объединились и создаем такой клуб, клуб вечных, клуб будет, конечно же, для избранных, тот, кто готов идти вот в такие вот дали далекие, потому что не все готовы прожить достаточно длинную жизнь, они даже сейчас не знают, для чего им жить, и когда мне люди абсолютно больные и не могуще выйти на какой-то определенный уровень жизни своего, говорят, что я хочу жить вечно, это неправда, это обман самого себя, то есть каждую болезнь, каждую болячку мы вызываем для себя самостоятельно, потому что не хотим что-либо решать в своей жизни, потому что хотим избавиться от чего-то, и мы ставим себе программу на уничтожение самого себя, на уничтожение своего аватара, вот, и когда, пока мы в этом не разобрались, конечно же, дальше никто не пойдет, вот это один из недавних тех аспектов, которым сейчас вот занимаемся, будет у нас такой пробный трехдневный ретрит, еще пока не определились, когда он будет, но это, скорее всего, будет в Сочи, в любом случае, где-то близлежащий либо на Красной Поляне, либо в Шале, вот, помимо моего ретрита, который ребята будут проходить, ну и, конечно же, в клубе будет там несколько ступеней, чтобы попасть в этот клуб, я так полагаю, что это будут три ступени, и ребята, которые были на моих ретритах, не на марафонах, а на ретритах, они уже однозначно, им первую ступень проходить не нужно будет, потому что мы это с ними все прошли, даже чуть больше. Лена, Ру спрашивает, а что может означать, что я не выдерживаю на сухих, потому что мне очень хочется чего-то кислого, так нестерпимо хочется? Я тут за один эфир вам не смогу рассказать, но смотрите, у нас некоторые вкусы, это нужно с вами разговаривать, некоторые вкусы у нас связаны с эмоцией, которые закапсулированы еще давным-давно. Вот про кислое мне как раз напомнилось, у меня была женщина на марафоне, и мы с ней прорабатывали вот эту ситуацию, как раз она мне вспомнилась, она говорит, я хорошо, мне, говорит, вкусы особо никакие не нужны, мне не нужны никакие срывы, но как только я выхожу с сухих дней, мне обязательно нужно съесть два-три лимона и, говорит, я все себе обжигаю, я не могу ничего с собой сделать, что это такое? И когда мы с ней начали раскручивать вот эту вот ситуацию, почему именно лимоны, почему ей именно этого так хочется, то смотрите, у нас есть, это я ребятам рассказываю, что у нас есть такое состояние, чтобы получить признание, получить своего молодца, что ты молодец, ты сделал то-то, то-то, но это долгая прелюдия, я сейчас ее опущу, вот, и чтобы как бы самого себя похвалить, нам нужно определенные вещи, и у нас есть в долгосрочной памяти некоторые моменты, которые для нас были важны на каких-то жизненных этапах, но мы их не выдвигали на первый план, но они у нас зацепились, и они у нас сидят очень глубоко, вот, и как раз вот эта вот женщина, которая говорила про лимоны, она очень долгое время, она актриса, и она очень долгое время, она танцевала, танцевала она в театре, в балете, и после каждой удачной премьеры у них был их руководитель, который отмечал эту премьеру всегда текилой с лимоном, и у них даже была такая шутка, что как бы нет лимона, нет успеха, она не пила, причем на тот момент у нее не было такого, что она пила, она до сих пор не пьет, у нее нет этих пристрастий, но вот эта вот шутка у них, она настолько, видимо, впечаталась в ее психику, что нет лимона, нет успеха, что после каждых сухих дней она как бы себе говорила, ты молодец, и вот этот лимон вызывал у нее тот, ту вереницу событий, ту вереницу эмоций, эмоций успеха, эмоций аплодисмента, эмоции, что их номер опять настолько поглотил публику, настолько поглотил зрителей, что они стали в очередном городе, на очередных гастролях опять лучшими, и чтобы у нее, чтобы ей вызвать у самой себя вот этот вот шквал эмоций, что я закончила вот это, вот эти вот сухие дни, вот столько, сколько я себе запланировала, и чтобы вызвать вот этого молодца, что я вот так вот это сделала, она на подсознании выбирала вот этот лимон, чтобы съесть этот лимон, чтобы вызвать те эмоции, которые много-много лет назад были закапсулированы, то есть представляете, как у нас работает психика, и если вот каждый момент мы раскручиваем, то мы вот эти вот все зажимы, мы их открываем, мы их открываем настолько плотно, настолько полно, что человек получается, он как будто бы обнуляется, когда мы прорабатываем каждый момент, каждый аспект, неважно, это вкусовой, эмоциональный, через запах, через какие-то прикосновения, если мы все эти моменты откроем, если мы их все проработаем, для чего они нам нужны были, то мы становимся абсолютно чисты, наша основа становится чистой, и на эту основу, только на чистую основу мы можем нанизывать новые привычки, новый образ жизни, новое мышление, нового себя. Вот, я, наверное, ответила, более конкретно, конечно же, по СМС я отвечать даже смысла не вижу. Да, да, да. Мне кажется, вот автономов, ровно как женщины в положении, ну, как они очень прилично спрашивают, на каком он сроке, так сказать. Но, тем не менее, один из нас, не скажу, кто именно, спрашивает, какой у вас срок автономии, у вас были срывы в этот период времени и как часто? Давайте я скажу, чтобы было понятно, что я не такой уникум, зашла и все, и такая вот вся, вся свечусь от этого. У меня были какие сроки? Детство я не беру, потому что в детстве я очень часто переставала кушать, но вот так вот у меня вот с детства было, мне даже ставили диагноз, как оно, Господи, называется, дистрофия. Мне ставили диагноз дистрофия, потому что, ну, достаточно плохо кушала. Первый неосознанный длительный заход у меня был во вторую беременность три с половиной месяца, но его я не считаю, потому что я тогда не знала ничего о жизни без еды. Это просто вот так случилось, я не могла есть, когда была беременна. Вот. Потом у меня были заходы четыре месяца, меня выкинуло, потому что я не смогла справиться с тем, я не смогла справиться со своей психикой, то есть я ее не смогла проработать до такой степени, и вот это то, что мне начало открываться, то есть я не смогла, я ушла обратно, найду четыре месяца, потом у меня было два с половиной месяца, потом три месяца, потом два месяца, и сейчас вот четырнадцатого марта был год. То есть не сразу, не сразу это было. Нам поступил вопрос из Зума, некто Маха, наверное, полное имя, Махачкала, спрашивает, как стать ненуждающимся? Ну, такой полушевосовский, полуэлитарический вопрос. Ну, я так и отвечу, наверное. Ага, да. Убрать важность. Убрать важность? Да. Оценочность и важность. Как раз. Ответ. Так. Смотрим, что у нас в Ютубе. А как быть с болезнями, которые приходят от самого отрождения? Вот у человека, вот Татьяна Каменева спрашивает, у нее пряня сухая кожа, с рождения. Кожа в детстве трескалась до крови, сейчас благодаря кремам стало легче. Ну, это нужно прорабатывать. То, что у нас приходит с рождения, это у нас приходит, как правило, мы любим, многие люди любят называть это карма, да, я все-таки считаю, что это паттернное поведение, которое длится из поколения в поколение, нужно смотреть, что было у родителей, либо это прямо вспоминать, что было во внутриутробном состоянии. Это очень легко вспомнить, на самом деле. Вот, вспоминают ребята, если мы заходим вот в эти состояния на ретритах, то ребята вспоминают, что если если какая-то причина именно во внутриутробном состоянии у мамы, то они, как правило, вспоминают. И здесь тоже нужно смотреть, почему у вас так, если у вас с рождения так, почему у вас идет непринятие этого мира и себя, вы не можете, вы себя не ассоциируете, что вы есть с этим миром единое, то есть ваш внутренний мир не совпадает с внешним, у вас идет какое-то непринятие внешнего мира, не такой, какой вам, какой вы знаете, какой вы представляете. Вот. И, скорее всего, это шло от мамы. Но я сейчас более глубоко не буду в это копаться, потому что это достаточно личные моменты. Ну, а как вы прорабатываете, уточняет Кристина Платонова? Внутриутробное состояние? Видимо, да. Ну, как, но определенными. Я не люблю слово техники, потому техники, практики, у меня как бы таких нет. Разговариваем, я, может быть, это так банально звучит, да, разговорами, то есть я вижу людей, когда они задают вопрос, они не всегда задают тот вопрос, который они хотят задать, потому что они его не могут сформировать. Я вижу те вопросы, которые есть в них внутри, внутри их. И когда я задаю тот вопрос им же, который они не могут озвучить самим собой, то ответы всегда в них находятся. В нас есть все ответы. И они постепенно подходят к этим ответам. которые есть в них. Если я вижу, что они идут не туда, я их подталкиваю. Но я вижу людей, чувствую, как бы, это наши базовые настройки, просто у кого-то они открываются, у кого-то нет. Ну, остались совсем каверзные вопросы. Спрашивает Рида Сагадеева. Правильно понимаешь, что она совсем без воды и еды больше года? Спрашивает она о вас в третьем лице, как бы. Ну да. Да. Так, у нас вопрос из Ютуба. Кто-то из нас спрашивает, один из нас точнее, на какие сутки проходит сухость во рту на автономии и почему сушит рот? Ну, сушит рот, потому что вы на сухих днях перестаете потреблять ту воду, которая приходит из дне, к которой вы привыкли, чтобы сухость ее немножечко облегчить, то я рекомендую пуговку, обычную пуговку. Начинаете сосать, и сосательный рефлекс, он дает выделение слюны. на какой день проходит, но смотря как у вас очистится организм, это может, вы можете быть в практике в течение некоторого периода времени, то есть заходить, выходить, заходить, выходить, и у вас будет сухость достаточно продолжительный период времени. Но у меня есть ребята, которые спокойно на 11, на 12 днях, потом выходят на еду, снова заходят на такие достаточно длительные периоды, но у них нет сухости. Это зависит от организма и зависит насколько ваш организм готов пережигать это все, потому что печка у нас включается у многих не сразу. Вопрос от Оксаны Назаровой. Светлана, это длинный период автономии, которому год исполнился 15 марта. Сейчас у вас продолжается? Да. Да, продолжается. Ну, у нас еще один вопрос от Станислава Таимирова. Вопрос. При заходе на сухие дни, первые дни слабость и гнетущее состояние, не дают идти дальше? Когда они заканчиваются? Когда они заканчиваются и становятся легче? Ну, вообще на сухих днях, почему у нас гнетущее состояние, гнетущее состояние вашей психики или вашей физики? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно более глубоко, но я все-таки рекомендую, если вы практикуете сухие дни, конечно же, их намного проще практиковать в кругу единомышленников. И я могу абсолютно точно сказать, что ребята, которые у меня находятся, у нас есть чат, школа автономии в телеграм-канале, он абсолютно бесплатный, но там у нас есть единственное условие для ребят, которое прям жестко я слежу за этим, там мы делимся только своим опытом, никаких роликов мы туда не скидываем, мы не рассказываем, а вот мой сосед делал такт, и у него получилось такт, мы рассказываем только о своем опыте, и когда ребята заходят на сухие дни, неважно на сколько суток, они начинают делиться своим опытом, что с ними случается сегодня, завтра, послезавтра, и это очень мотивирует, это очень ждет, и ребята, которые заходят на длительные сухие, на 20 дней, на 40 дней, за ними прям следит уже весь чат, вот у нас Миша, который, с которым мы как раз проводили несколько эфиров, и к нему сейчас обращаются ребята, он излечивает ВИЧ, и у него уже достаточно хорошая картина по анализам, то есть мы идем на отслеживает он это, мы отслеживаем это по анализам, то есть у нас есть вот до захода на сухие дни, какие анализы он сдает перед сухими днями, потом он сдает после сухих дня, то есть это было на 21 дне он сдавал перед 21 днем сухих и после, перед 40 сухими днями и после, вот, и когда мы рассказываем друг другу, что происходит с нами, то тогда если, например, человек говорит, вот у меня вот такое, что сделать, и ему не дают совет, сделай вот это, а ему говорят, я делал вот так-то, мне помогло, а вот так делал, мне не помогло, только свой опыт, и когда начинаем общаться, то вот эти вот все негативные моменты, то, что ты один, то, что тебе некому высказаться, некому рассказать, некому показать, то, что мы многие же вещи мы не видим в самих себя, а любой другой со стороны, ему виднее, виднее те моменты, которые ты хочешь замолчать в самом себе, и когда это все раскрывается, тебе легче идти, этот чат действительно очень хорошо помогает, и даже вот Миша, который был на длительных сухих, он говорил, если бы, говорит, не этот чат, я бы, говорит, уже забросил это дело, потому что достаточно тяжело было ему идти, вот, я бы, говорить, не стал, но, говорит, вижу, что, говорит, такая поддержка, что ребята ждут, я не могу их подвести, я не могу себя подвести, и дошел, да, до 40 дней, и анализы показали, что достаточно большое у него улучшение, вот, поэтому находите клуб единомышленников, ходите, присоединяйтесь к нам, хотите, присоединяйтесь к кому-нибудь другому, но, когда вы идете с кем-то, с кем-то вместе, в какой-то компании, в какой-то группе, то вам, конечно же, намного проще, присоединяйтесь, и вот эти вот все моменты будут проще. Так, у нас еще вопрос, который звучит так, если ЖКТ на автономии терморегулятор, то какие функции выполняют другие органы и системы организма человека? А почему ЖКТ на автономии терморегулятор? Я не знаю, откуда у вас такие вообще в принципе сведения, что терморегулятор не терморегулятор, но все функции выполняются, они как выполнялись, так и выполняются, то есть печень проводит очистку, почки свою функцию проводят, все то же самое у нас, у нас же, смотрите, как у нас получается. Мы, если мы не видим, то это не говорит о том, что мы не заглатываем, когда мы разговариваем даже, не только, когда мы дышим, когда мы разговариваем, мы заглатываем какие-то там, ну, что-то инородное, мы все равно в себя заглатываем. Нам нужно это выводить, нам нужно это переваривать, нам все равно это у нас все есть. Мы очень много поглощаем жидкости с воздуха, влаги, и это даже не говоря о том, что, когда мы купаемся в каких-либо источниках, даже в ванной, у нас через кожу очень много поглощается жидкости, и точно так же у нас это выводится через почки. И все наши функции, они работают точно так же, только в другом режиме. Они работают в том режиме, в котором мы должны не на износ, а для того, чтобы быть, для того, чтобы существовать, для того, чтобы в нашу внутреннюю систему приводить в порядок, чтобы у нас все там работало. Не потому, что там уже все, там печень уже не справляется, почки не справляются, ЖКТ вообще постоянно забит, я не знаю, от горла до нижней точки. Чтобы этого не было, вот он постепенно работает, и уже у вас не возникает тех вопросов, у вас, когда вы выходите на длительные сухие дни, у вас уже не возникает вопросов, а что же у нас там происходит с ЖКТ, у вас начинаются другие вопросы к этому миру, и он вам начинает их раскрывать. Пробуйте, и у вас не будет этих вопросов, у вас ответы всегда придут к вам самому. И, наверное, на эти вопросы как раз уже очень-очень много всех отвечало, кому только не лень. Татьяна Каменева спрашивает, после выхода из сухих дней появляются отеки, что я делаю неправильно? Что вы делаете неправильно? Ну, потому что вы неправильно выходите, и вы не применяете некоторых моментов, которые элементарные, но позволяют вам, вашему телу, работать немножечко по-иному, потому что вы начинаете жить не в привычном режиме для ваших внутренних органов, а хотите, чтобы вы были все красивее и красивее. Нет, ему тоже нужно перестраиваться, вы должны помогать. Такой вопрос у нас еще есть, я, правда, не знаю, насколько он актуален, но все-таки человек спросил. У меня вопрос, как перенести энерго, это вопрос в зуме, спрашивает Владимир Санфиров. У меня, как перенести энергопросадку в слабость, когда не ешь, и надо в это же время много тратиться энергетически на людей? У меня звук пропал, можно еще раз? Да, я повторюсь. Как перенести энергопросадку в слабость, когда не ешь, и надо в это же время много тратиться энергетически на людей? Такой вопрос. Во-первых, я могу сказать, что если вы тратитесь очень много энергетически на людей, значит, вы не цельный. Вас могут энергию забрать, потому что пазлы у вас не все собраны. Если вы цельный человек, то с вас никто энергию уже взять не сможет. Вы настолько изобильны, что вы можете её только дать самостоятельно и с огромным удовольствием. Вот, это первый момент. А если вы спросили именно про энергию, если там, например, вы на сухих днях находитесь, и мало ли какие-то моменты бывают, что вот нужно куда-то съездить, куда-то сходить, какие-то встречи, но не хотите выходить с сухих дней по определенным причинам, а слабость просто невероятная, возьмите буквально несколько крупинок, буквально две крупинки соли и положите под язычок и рассосите. И вот эта вот солёная слюна, она остановит физический процесс чистки, но сам процесс чистки в организме будет продолжаться, что такое остановить физический процесс чистки. То есть слабость у вас, но на несколько часов, но на часов 4-5, она точно от вас отойдёт, вы будете достаточно бодрым, вот, и сможете сделать те запланированные дела, которые для вас актуальны. Вот, но, конечно же, этим увлекаться нельзя, это такая экстренная помощь, так скажем. Попробуйте вот так. У нас ник слушателя из Белореченска о насущном соцсоциативным знаком на конце. Он спрашивает, тут сам же ответил, то есть очень интересный его комментарий, точнее, чем вопрос. Светлана, вы сами-то на автономии? Какое впечатление, что нет? Вот, если можно, давай, ну, если... А я как бы не развеиваю, если человек, если у человека есть такое впечатление, но оно имеет место быть, значит, у вас, пока вы сами не начнёте практиковать, вы мало чему начнёте верить. Ну, это как раз интересно для меня, сделать одолжение, напишите потом, почему, что за такие впечатления, то есть, что такое, какие впечатления о том, что человек не на автономии, как они выглядят, что именно вы подметили. Так, идём дальше. Вячеслав Бондаренко, Светлана, сдавали ли вы анализы, если да, то какие результаты? Вячеслав, уточняйте, о каких анализах идёт речь, но тем не менее. Нет, анализы я не сдавала, я в больницу не хожу. Анализы я не сдавала, но, ребят, вы смотрите, вот вы хотите уйти от системы, вы хотите, чтобы ваше тело конциклировало по-другому, по-иному, но в то же время вы всё время пытаетесь опереться на те среднестатистические анализы, которые берутся у человека, который кушает три раза в день, который употребляет какие-либо препараты ещё дополнительные, который живёт вот таким-то образом жизни. И там есть статистика. И вы хотите под эту статистику подвести того человека, у которого другой, иной образ жизни. Но так же не бывает, поэтому это бессмысленно, как минимум. Да, хорошо. У нас есть вопрос от Сергея Скалыги. На сухих появляется горечь во рту. Это желчь? Да, это желчь. Перед сухими днями нужно очень деликатно почистить печень. И я как раз говорю во многих эфирах, как это сделать. Если нет, то можете точно так же в чат к нам добавиться. И там либо ребята подскажут, либо я вам напишу. Спрашивает Оксана Назарова. Очень сильные болевые симптомы в коленах, суставах и в ногах. Скорее всего, сосуды. Это повод прервать сухие дни? Или как на сухих можно это облегчить? Ну, во-первых, я не знаю, что такое прервать сухие дни. Сколько вы на сухих днях? Это первый момент. Второй момент – облегчить, конечно же, можно. Это контрастный душ обязательно заканчивать холодным, прям ледяным душем. Вот. Это первый момент. И второй момент – обязательно ходить на пяточках. Я уже говорила, что что такое ходить на пяточках? Это естественная вибрация по всему нашему телу, которая определенным образом действует на наши сосуды, на наши капилляры. И на наши разжижают кровь до такой степени, чтобы клапан нашего сердца начинал работать именно в том режиме, на который он настроен. Вот. Но я это тоже все подробно рассказываю в эфирах. Тоже можно найти про эту информацию. Спрашивает Станислав Таймиров. То есть любое попадание органики в рот во время сухих дней останавливает чистку? Надолго? Здесь тоже я могу, наверное, неоднозначно ответить, смотря сколько вы на чистых днях находитесь и как долго. Вообще, как только у нас попадает какая-либо пища в ротовую полость, то у нас уже все, что есть в этой пище, оно идет со слюной в наш организм, даже если вы не проглотите это. Это первый момент. Второй момент. Останавливает или нет это чистку? Если вы начинаете кушать, то, конечно же, это чистку останавливает. Но у нас есть несколько этапов чистки. Это тоже нужно понимать. Если вы находитесь в достаточно частых сухих днях, если это уже ваш образ жизни, малоедение, так назовем, да, если ваш образ жизни уже как малоедение, то у вас идет своеобразная чистка организма. Он у вас тоже прочищается. На каждом этапе вашего изменения питания у вас идет чистка. То есть когда вы убираете мясо, уже организм чистится. Когда вы убираете молочку, следующий этап очистки организма. Когда вы там начинаете веганить, следующее сыроедение, следующий малоедение, следующий. Каждый этап – это подготовка организма вашего к новому принятию себя, к новому информационному пласту, к новому переходу в другую плотность самого себя. Поэтому тут как бы такой вопрос, смотря что вы подразумеваете, какие критерии вы ставите под слово «чистка». Валерий Ситов вас благодарит за низкий поклон, за то, что делитесь своим опытом. Вот и рассказывайте немного о своем опыте. Так, вопросов, я так понял, у нас пока больше нет. Да, но если вопросов нет, то я, наверное, вас покину. И спасибо огромное, что приглашаетесь. Очень приятно с вами, очень приятно, что задаете вопросы. И если будут какие-то вопросы, то пишите в личку, обязательно отвечу, присоединяйтесь в бесплатный чат. И, конечно же, под видео, под каждым «Автополстар» скидывает всю информацию, где можно присоединиться. Спасибо огромное. Спасибо вам. Ну что, друзья, мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами.